Это пульс дня и мы продолжаем. Байден направил неофициальную делегацию из бывших американских чиновников на Тайвань. Шаг символически сделан в знак поддержки острова, который последние несколько недель испытывает беспрецедентное давление со стороны коммунистов в Пекине. По факту сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать просто. Это военный шантаж. Подробности официальной программы неофициальной делегации пока не ясны. Чем будут заняты экс-сенатор Кристофер Дот и бывшие заместители госсекретаря Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг пока неизвестны. Представитель офиса президента Ксавьер Чанг ситуацию прокомментировал так, дальше цитата, этот визит вновь продемонстрирует прочные отношения между Тайванем и США, они прочны как скала. А вот что сказали на все это в Пекине. Китай выступает решительно против любых контактов между США и Тайванем. Это четкая и последовательная позиция официального Пекина. Китай уже сделала заявление по поводу отправки делегации на Тайвань американской стороне. Внешне политическая активность фиксируется и на южном направлении. Администрация Байдена подписала соглашение об усилении мер безопасности на границах Мексики, Гондураса и Гватемалы. Таким образом, официальный Вашингтон пытается сократить число мигрантов из стран Центральной Америки. Напомним, на протяжении последнего месяца они все более активно стараются брать штурмом госрубежи. Согласно договоренностям, Мексика будет держать на своей южной границе 10 тысяч военнослужащих. Это позволит удвоить ежедневное число пресечений. Пресечений нарушений Гватемалы будет держать на границе с Гондурасом полторы тысячи военнослужащих и полицейских, а также создаст 12 контрольно-пропускных пунктов вдоль маршрутов мигрантов. Что касается Гондураса, то он направил 7 тысяч полицейских и военных, чтобы рассеять большую группу людей. Правительство Мексики также собирается бороться с нелегальным оборотом детей. Мы будем заботиться о детях. Это была инструкция, которую я дал сегодня утром. Торговцы мигрантами представляют из себя настоящую мафию. Они используют детей. Это серьезное нарушение прав человека. Контрабандисты часто советуют мигрантам отправлять детей в путешествия на север, чтобы воспользоваться программой государственной защиты от депортации. Она распространяется на несовершеннолетних иностранцев, отбывших в США. Вашингтон намерен поддержать мирные переговоры правительства Афганистана с движением «Талибан», несмотря на предстоящий вывод американских войск из страны. Об этом сегодня заявил Байден. По словам политика, Соединенные Штаты не хотят прекращать оказание помощи Кабулу, несмотря на отказ от участия в военных делах страны. Дипломатическая и гуманитарная миссия будет продолжена. А вот как реагируют на перспективный вывод американского контингента, жители афганской столицы. Американцы не исполнили своих обещаний перед Афганистаном. Их ответственность заключалась в том, чтобы обеспечить сильное правительство, верховенство закона и демократию. Они должны были решить проблему наркотрафика, терроризма. Но они этого не сделали. Поэтому я считаю, что пока они не выполнят своих обязательств, им уходить нельзя. Напомним, домой, то есть в Соединенные Штаты должны вернуться оставшиеся 2500 военнослужащих. Дедлайн 11 сентября 2021. То есть 20-летняя годовщина теракта в Нью-Йорке. Почти полностью свои войска из азиатской стороны выведет и военно-политический союзник Вашингтона. Это Великобритания. По данным газеты «Таймс», в Афганистане сейчас находится около 750 британских солдат. При этом остается неясным, как этот шаг Байдена повлияет на запланированный 24 апреля 10-дневный саммит, который должен произойти в Стамбуле. Он будет посвящен Афганистану. И, собственно, в нем должны будут принять участие представители ООН, Катара, талибы, которые были отстранены от власти в 2001 году. Силами возглавляемой США коалиции заявили, что не будут принимать участие в каких бы то ни было саммитах, в том числе Истамбульском, которые будут принимать решения по Афганистану, пока иностранные войска находятся в его стороне. Да, Байден сегодня сделал заявление. Это заявление мы, в общем-то, сегодня предлагали к нему еще раз вернуться. Тут прямо даже можно разбить на цитаты. Значит, первый, президент действительно приурочил вывод к 20-й годовщине террористических атак в Манхэттене, которые произошли в Нью-Йоркском. И вот что Байден... Манхэттене. Ну да, там еще Пентагон был, но имеется в виду, что началось-то с Манхэттена. Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата. Это вот как бы слова Байдена. Я четвертый американский президент, стоящий во главе страны в период американского военного присутствия в Афганистане. Два республиканца, два демократа. Я не стану перекладывать эту ответственность на пятого. Вот это вот слова Байдена. Ну и еще одна цитата, которая также в его заявлении есть. Проконсультировавшись с нашими союзниками, партнерами, с нашими военными руководителями, специалистами в сфере разведки, с нашими дипломатами, экспертами по проблемам развития с Конгрессом и вице-президентом, я пришел к выводу, что пришло время прекратить самую долгую войну Америки. Американским войскам пришло время вернуться домой. И это, конечно, очень удивительно. Мы сейчас подробно остановились на всем том, о чем говорил Байден, потому что в тот момент, когда у предыдущей республиканской администрации появилась идея вывести войска из разных точек, то, конечно же, тогда демократы на сей счет говорили, мол, нет войска, никуда выводить нельзя, а теперь оказывается можно. Вот, теперь оказывается можно. И, в принципе, и с Китаем тоже выяснилось, что конфликтовать тоже можно, и проблем никаких нет. Опять тонкий лед. Там не конфликтовать, а конкурировать. А это большая разница, как говорят в Одессе. Конфликтовать все-таки, потому что то, что сейчас происходит с вот этой военщиной в отношении Тайваня, это уже напоминает просто конфликт. Поддержка Тайваню. Да, но это же, если они сейчас откроют огонь, это уже самый настоящий конфликт. Байден чем славился всегда? Тем, что он всегда тяготел к переговорам. Потому что бэкграунд дает о себе знать. Большой-большой опыт у человека за плечами, да, если я не ошибаюсь, полувековой опыт работы в политике. А политика это договорщик или переговорщик, кому больше нравится. И, естественно, Байден знает, как это делается. Потому что не первый раз, как я говорю, не несколько лет, скажем так, во власти, а много лет, как я уже говорила. И он всегда употребляет такую расхожую фразу, даже с плохим человеком можно всегда договориться. И, наверное, все-таки тоже будет действовать по схожему сценарию, как и в прошлое свои пребывания у власти в качестве вице-президента при Обаме. Почему? Потому что госсекретарь Блинкин написал совсем недавно очень большое письмо президенту Афганистана Афганистана, где сказал, что давайте устроим такое правительство, в котором, так называемое инклюзивное правительство, в котором будут представители Талибана, Талибов. В Афганистане, в Гане ничего не ответил, потому что он понял абсурдность всего этого плана. Талибы вообще отмалчиваются, они ничего не выполняют, никакие сделки. Они говорят, у нас сейчас Рамадан, сейчас нас не трогать, пожалуйста. У нас сейчас вот своя свадьба, как говорится. Поэтому как будут развиваться события, дальше, скорее всего, вот Нью-Йорк Таймс, например, пишет о том, что талибы могут захватить власть в Афганистане в течение нескольких лет после того, как войска покинут страну. Разведка сообщила администрации президента Байдена, что если войска покинут Афганистан без достижения соглашения между талибами и правительством, страна попадет под контроль талибана в течение двух-трех лет. И это, о чем это говорит? Это даст, ну не знаю, потенциальную возможность возрождения той же группировки Аль-Каида или, например, ИГИЛ. На что, опять же, в администрации Байдена скептически замечают, что мы выведем войска, а там хоть трава не расти, но поддерживать все-таки в Афганистане, с Афганистаном какие-то отношения будем, скорее всего, в гуманитарном русле. А ведь этот доклад поступал еще на стол президенту Трампу. И говоря о том, что все-таки ни о чем не договорятся США и талибы, хоть и подписали в феврале прошлого года мирное соглашение, говоря об этом, в продолжении темы, наверное, стоит сказать, что никакой конкретики в данной повестке не наблюдается. Ну, действительно, тут просто идея какая? На протяжении 20 лет, и то есть, понятно, что это какая-то часть американского establishment, так думают, на протяжении 20 лет. Единственное, что произошло в Афганистане, это вяло текущая полузамороженная ситуация, при которой там находятся войска, но каких-то качественных изменений в том, чтобы уменьшалась террористическая активность, либо что-то было в направлении этого, как-то менялась ситуация, мы этого не видим. При этом мы не видим, чтобы в Афганистане вообще каким-то образом появилась в этих степях и песках страна. Страны там, откровенно говоря, нет, там есть просто территория, которая на карте обведена, как Афганистан, и действующее правительство, оно никогда не контролировало всю эту территорию. И, в общем-то, почему талибы еще где-то сохранились и так о себе заявляют громко, ответ на этот вопрос очень простой. Талибы много, что где там, до сих пор удерживают под своей властью, хотя это именно талибы были отстранены от власти в 2001 году, когда, после 2001 года, когда американский контингент был введен в Афганистан. Ну и, конечно, тут очень важно понять, каким образом реагируют на все происходящие события те люди, представители, должностные лица, которые числятся в внешнеполитических партнерах Соединенных Штатов Америки. И вот госсекретарь Блинкин, собственно, специально для этих целей поехал общаться в Европу со своими коллегами по НАТО. Речь идет о генсеке этой организации, Енси Столтенберге, и он с Блинкином обсуждал вывод войск из Афганистана. Официальное сообщение говорит нам следующее. Сомеседники констатировали, что поскольку военные стран, составляющих Североатлантические альянсы, вместе вошли в Афганистан и вместе находились там, реагируя на мешающие события, их вывод из этой страны также должен осуществляться совместно. Но также Блинкин и Столтенберг затронули вопрос о том, что необходимо мотивировать Кремль прекратить срочно агрессивные действия вблизи украинских границ. Об этом мы еще, конечно, будем говорить, но пока Афганистан. Афганистан, что в этом слове сплелось, так это, наверное, для уха европейского, для уха американского, не отозвалось, это очень важно, потому что Афганистан это страна, на которой, или территория, страну это назвать очень трудно, на которой хронически спотыкались все подряд. А когда там был мандат Великобритании над Афганистаном, не сказать, что, в общем-то, эта территория была какой-то очень успешной, потому что мы знаем, многие британские бывшие колонии вышли из-под власти короны действительно очень состоятельными, состоявшимися государствами с прекрасно развитой инфраструктурой, например, Гонконг или Индия, прекрасная сеть железных дорог, и, конечно же, в этом смысле вот эта вот часть этой политики Великобритании пошла им, разумеется, только на пользу. В Афганистане даже этого не получилось создать. Этого не получилось создать в Афганистане, и это действительно парадоксально, потому что вот буквально посевернее немножко, если мы посмотрим на ту часть, которая перешла под власть Российской империи, потом Советского Союза, это современный Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и так далее, а там, в общем-то, еще начиная с конца 19 века, все это как-то более-менее, то есть дороги тянули железные, появлялись объекты инфраструктуры и так далее и тому подобное. В общем, жизнь как-то собиралась во что-то. Но тогда, наверное, вопрос был бы логичным следующий. Ну, хорошо, тогда, вероятно, просто Британия не справилась, нужно было Российской империи дойти до Афганистана, и ответ на этот вопрос еще лучше, потому что не Российская империя, а Советский Союз совался в Афганистан, и чем все это кончилось? Опять ничем. И вот, пожалуйста, 20 лет нахождения американских войск в Афганистане и опять ничем. То есть это какая-то заколдованная территория, в которой невозможно сделать ничего, это нужно понимать. И все-таки вот вспомним 2013-2014 год, когда около 150 тысяч военных западного контингента находились на территории Афганистана. Ведь что-то меняется в головах у политиков, прежде всего, которые решают вывести военный контингент из Афганистана. И сейчас там сколько американских войск? По численности 2,5 тысячи, если я не ошибаюсь. И вот эмоциональных ноток, наверное, стоит добавить во вторую часть. Все-таки для матерей, солдат, это, конечно, хорошая новость о том, что до 11 сентября американские войска выведут из Афганистана. А для жителей, для мирных жителей этой страны, наверное, все-таки это обернется главной болью и новыми взрывами, и новыми вспышками насилия. В общем, у них это и так постоянно происходит, мы это знаем, увы, такая реальность. Ну вот, кстати, известие о решении Байдена по поводу вывода войск пришло в тот же день, когда в частично обнародованном докладе американской разведки высказан прогноз был о том, что мирное соглашение пойдет в военном отношении на пользу Талибану. Это вот как раз и то, что воспринимается как возможная угроза. И критики пребывания военных Соединенных Штатов в Афганистане в это же самое время замечают, что решение о выводе войск было так или иначе предрешено. Ну вот, в частности, я сошлюсь на слова старшего научного сотрудника института Бруккингса Майкла О. Хенлона, и он полагает, рассуждая на эту тему, что мы все равно проиграем или наши союзники все равно потеряют власть, и поэтому почему бы просто не уйти раньше, чем позже. Я думаю, что это хорошее было бы решение. Ну, собственно, да, действительно, заколдованная территория, заколдованные порядки и сплошная неизвестность в будущем. Хотя, вроде бы, наверное, известность. О судьбе Алексея Навального поговорим в третьей части, пульс и дня.